Всем привет! В прошлом видео я кратенько про водонапольную башню снял. Сейчас хочу в этом видео подробно все рассказать. На дворе, да, уже 24 августа. Лето подходит к концу. Как бы пролетело незаметно. Надо было мне это делать все весной. Если честно признаюсь, баки я как раз в апреле в мае месяце купил, но никак не доходили руки. Все-таки до конца лета я сделал. Но она зато уже к следующему году у нас будет функционировать водонапорная башня. Будет всегда в запасе вода. И вот немножко это обман. Говорят кубовые баки. Значит куб воды значит тонна воды. Они не кубовые. Они 1,2 куба. Потому что у них идет метр на метр двадцать. И если выше отметки наливать, то тут видно что один куб. Это у нас сейчас попробую показать. Вот. Вот тут вот один куб. А вот это вот еще 200 литров. И получается 1,2 куба. Так немножко отвлекся. Пришлось на паузу поставить. Вот тогда давайте я ее издалека сниму как раз. Вот такая вот водонапорная башня. В этом видео не просто хочу показать, что да, вот у меня такая есть. Просто очень много ошибок. Я постарался, вот пока себе ее делал, я постарался сделать все моменты, которые я по крайней мере знаю. Которые могли бы быть грубые ошибки. Она завалиться могла там. Неправильно набиралась бы. Неправильно спускалась. Неустойчивая. Сейчас хочу вот в эти моменты вам показать. Потому что если будете делать, как бы может учтете эти моменты. И там может что-то новое добавить. Первое, самое первое это фундамент. Потому что земля будет уходить. Даже если кирпичи поставить или подон на подон, все равно где-то будет подтекать. Снег таять. Вода будет уходить. Самое главное мощный фундамент. Мы выкопали площадку глубиной 30 сантиметров. Заармировали ее полностью. 30 сантиметров залили бетона. Именно с решеткой, с армировкой. И пока бетон еще был жидкий, я выложил вот эту плитку тротуарную. То есть не просто положил, а именно на бетон накрыл. И получилось так более-менее красиво. Но суть в том, что это будет не видно. Это все не видно. Вот под этой плиткой. Эта плитка единая целая сейчас с бетоном. И под этой плиткой 30 сантиметров армированного бетона. Вот. На него мы уже поставили блоки. Это не пеноблок. Это именно песчано-цементные блоки. Они там... А... А... Гравий, отсев, цемент и песок. Вот эти блоки мощные. Я побоялся на один блок ставить. Поставили по два блока. Два блока, поперек два и еще два. Вот видно. Такой вот уголок получился. 40 на 40 сантиметров. Четыре столба. Хотите, можете выше поднять. Я поднял на 60 сантиметров. У меня высота блока 30 сантиметров. Поднял на 60. Просто, чтобы если тут буду выводить экран, чтобы если ведро набрать, можно было руки помыть. Но в будущем планируется, скорее всего, выводить несколько кранов. Один на станцию, один просто для полива, без электричества поливать. А станция это будет на вертушке, на автополивалке или на капельный полив. Посмотрим. И еще будет, скорее всего, вот тут душевая. Вот тоже к концу лета я все-таки немножко себя заставил поработать. И вот сделали мы площадку. Это будет будущая беседка. Кстати, да, если у кого есть какие-то готовые проекты или фотки, мне было бы интересно посмотреть ваши беседки. У меня планируется 5 на 8, но могу сделать на 9 и сделать дальше на 10 метров. То есть ориентировочно пока 4. Вот уголки это 4 на 8. Но есть у меня еще метр в запасе. То есть если какой-то проект интересный будет, то я бы, конечно, посмотрел. В проекте хотелось бы комнату для отдыха, чтобы когда, ну, поработал вечером, если там остался с ночевкой, комната для отдыха, парилочку хотел сделать тут уголочек, душевую, туалет и большую часть отдать под беседку. Вот. Как таковой бани не будет, просто хотел парилку именно от электродов, ну, от электричества, камни, чтобы грелись и парилка была. Вот. Либо проект двухэтажный, чтобы, грубо говоря, баня и беседка на первом этаже, комната отдыха на втором этаже. Не знаю, если у кого есть идеи, если не жалко, можете делиться, присылайте, я буду рад. В комментариях пишите. Вот. А дальше тогда по, я назвал это водонапорной башней на 3,6 куба. Ну, 3,6 не будет, 3,5 куба. Вот. Выровняли мы фундамент, да, сделали платформу, столбы ровно сделали, все. И вот, когда мы ставим друг на друга поддоны, у меня получилось вот с пластмассовыми ножками, с металлическими один, один с металлическими ножками, один с пластмассовыми, и один просто на поддоне. То есть на поддоне я бы не мог его вовнутрь вставить, потому что вот они друг в друга входят, если вот такие пластмассовые ножки или металлические. Да, если вы хотите в несколько этажей, покупайте, смотрите, чтобы если у вас будет 3,3 куба на поддонах, то вам будет очень тяжело ставить. Я даже не знаю, как вы поставите. У меня получилось 3 куба. Вот один на поддоне хорошо я его поставил самым первым вниз. Он уставчивый, поддон как платформа держит. Вот. А потом вовнутрь решетки вставляется второй поддон. Вот его идет, вот это внутренняя идет окантовка. Это вот верхнего поддона, это нижний поддон. И вот как раз верхний поддон входит в нижний. Вот ножки вовнутрь входят. И как бы ножка висит вот на этой, вот на решетке первого поддона. Ножка второго поддона висит на решетке первого поддона. И вот смотрите какая проблема. Я сразу ее понял что скорее всего так будет когда будет набираться большой вес вот это будет расходиться и бак завалится я сейчас временно вот обмотал но планируется сделать хомутами нержавеющими затянуть прямо через там тут вот два хомута тут два хомута и так есть вариант саморезами или болтами насквозь просверлить и стянуть болтами потому что видите пустота сейчас она не затянут и я вам говорю что бак во первых вот этот будет полный решетка раздвинется это завалится ножка вниз провалится и все рухнет если заметите я сейчас пока высоко чтобы уже не лазь я на земле 3 2 куб затянул хомутами не хомутами а проволокой и очень часто видно что затянуто я не пожалел времени проволоки затянул пока проволокой вот еще обтяну потом хомутами сейчас попробую наверх залезть то же самое покажу вот тут вот видно стяжки идут и до конца то же самое тут и как раз видно что уже плотно обжимается и уже вот эта ножка уголки не провалится это именно по соединению как соединить кубы но параллельно я еще планирую все-таки сделать 20 на 40 профиля обрешетку и перед профиля который с той стороны будут и эти вот так вот поперек еще сделать один профиль 2 3 это как будет независимая еще независимая скажем так этажеркой грубо говоря получится что третий бак на одном этаже на втором этаже и на третьем это будет как подстраховка можно этого и не делать но я все-таки если я куплю металл я это сделаю во первых наружная обтяжка будет обрешетка цельная и будет еще перекладины под каждым кубом страховочный теперь по поводу как сделать чтобы заливать воду и спускать воздух потому что если вода будет затекать то тут воздушная пробка будет воздуху некуда будет девать если у вас вот эта крышка будет открыта то уже второй бак не наберется потому что будет вода вытекать с первого бака я в каждом баке вот такие сделал врезки она всего 80 рублей стоит вот эта врезка пластмассовая и уже на 32 трубу и вот выход на 32 трубу это именно воздух спускается воздух в первом баке через тройник соединен со втором через тройник соединен с третьим и вверх уходит пустота я туда сантиметров 20 но это буду делать после того как одену чехол чехол обязателен вода позеленеет просто позеленеет у вас на 4 5 день все баки будут зеленые и вы даже я не знаю как вы их будете отмывать я только перекисью водорода один бак так смог спасти а и вот когда одену чехол прорежу отверстие в чехле и туда сделаю сантиметров на 30 на 40 будет труба вверх стоять именно спуск воздуха верхние вот вертыш видно тоже сюда можно либо вот я пока временно сделал просто вот эту вставку и через нее буду 32 пнд шкой тут у меня будет кран со скважины будет потихоньку вода затекать но я в будущем хочу эту вставку убрать и туда поставить через верхнюю крышку залезу поставлю поплывок как в унитазе в бачке унитаза когда будет когда уже будет у меня автоматически все станции со скважины вода в кубе намуралась поплавок поднялся перекрыл его начинаю поливать опускается вода доливается если не надо доливать то тут можно кран перекрыть и все вот и как я теперь подачу воды сделала но в моем случае вот самые подачи идет через самый верх либо напрямую через поплывок выходит через нижний экран я сейчас наверх залезу ну чтобы удобно было показать вместо крышек родные крышки вот такие на бак вот либо глухие либо с отверстием там со вставкой но есть в магазинах продаются вот такие специальные крышки для евро кубов кубов крышка и в идет на разные можно на 20 на 25 на 32 петь и резьба уже с резьбой вот и как раз вот сюда могут вкрутиться вот эти вот вставки могут сразу вот эти вот сгоны если с резьбой крутить сейчас как раз я покажу что меня что сделал я родные крышки все снял краны открыл вот через эту крышку у меня идеально получился тоже сгон я туда вставил и он еще мало того что на муфту затянул война фум лент на фум ленту и теперь чтобы не протекал ничего и вернул вот как правильно это называется как скорее всего сгон уголок с выходом на 32 трубу то есть тут я подача через него будет вода вода идти тут выходит с бака через низ и пошло то же самое через тройник вода сразу по прямой с первого куба чтобы он не был всегда полным потому что нам надо всегда набрать первый куб чтобы во первых был весь вес внизу чтобы не было вот нагрузки на пустые баки и вода будет всегда стекать снизу первого куба по прямой вниз самый низ в первый куб то есть самого верхнего можно кстати 4 куб было поставить но у меня с деньгами тяжеловато было и я если честно побоялся меня все отговорили и вот по прямой еще раз показываю стекает в первый куб когда первый куб набрался вода затекает через нижнее отверстие я также сделал вот тут я уже вкрутил тройник пошла на пошел набираться одновременно уровень и в этой трубе поднимается и в кубе поднимается набрался второй куб следом набирается 3 вот и в принципе потихонечку как раз и спускается заканчивая его все воду мы берем вода с 3 стекает со 2 1 всегда набранный получается потом только 5 с первого куба вода уходит но в принципе вот такие моменты да и главное чехол обязательно надо будет либо кто-то в черный цвет красит кто-то обматывает черной пленкой пленка сразу скажу на один на два года так как я швейные дела у меня я швейкой занимаюсь у меня очень много ткани там есть в остатках в браке там браковную я иногда скупаю и как бы не даже вы можете тоже поискать бракованную ткань можно купить по 20 по 30 рублей погоны метр ширина полтора метра в рулоне то есть вы можете сюда надо грубо говоря если вы по распродаже купите ткани на 200 на 300 рублей ткань купили вам этого хватит самое главное чтобы была темная ткань у меня будет черная ткань я буду оксфорда я нашел 600 и в оксфорд по распродаже там полосы в рулоне были брак я его нашел по 20 по 35 рублей вот тогда я когда сошью все уже вам покажу почему я сейчас видео снимаю потому что чтобы вы это все видели я уже или сегодня или завтра одену я ее во первых сегодня буду набирать я еще не тестировал сейчас стяну еще раз дополнительно все кубы между собой стену и буду пробовать набирать если у меня никаких утечек не будет крышки все нормально будет держаться во всех соединениях все будет хорошо то все я накрываю чехлом потому что если хотя бы один день вот на такой вот жаре вон солнце сегодня пенза 20 отвлекает плюс 40 градусов доходило 36 38 градусов доходило сегодня вот и если вода будет набрана от такого солнца она позеленеет на второй на третий день за это да я наберу она ночь стоит сегодня как раз наш наберу если все хорошо нигде ничего не стекает не подтекает то с утра я одеваю чехол и все будет хорошо потом сниму видео уже с чехлом все всем пока прошу прощения то что очень долго 20 минут конечно мое видео но может быть кому-то она принесет пользу потому что я голову ломал у меня полдня ушло подумать и продумать как спустить воздух потому что да воду мы хорошо запустили но воздух в каждом кубе будет воздух а если воздух по трубе будет назад выходить это будет война воды и воздуха между собой они будут как бы сказать друг другу мешать а это воздух спокойно спускается с каждого куба все всем пока ставьте лайки кому понравилось пишите комменты и вот еще раз повторюсь по беседке если есть какие-то проектики фотки присылайте буду рад посмотреть всему